Ирина Николаевна, спасибо за ваше видео. У меня такой вопрос. В чем основной смысл работы? В доходе или в том, чтобы заниматься тем, что нравится? Или нужен какой-то баланс? Как его найти? Я имею работу, но параллельно занимаюсь еще другой и не могу решиться уйти с основной, чтобы заняться тем, что действительно люблю. Боюсь потерять доход и стабильность, но в то же время понимаю, что гонюсь за двумя зайцами и таким образом не стану хорошим специалистом ни там, ни там. Как принять верное решение? Я вновь рада вас приветствовать. Вопрос интересный. Давайте так вот мы его немножко разложим для того, чтобы была общая картинка видна. Итак, у вас есть основная работа, которую вы, судя по всему, не очень любите, но и одномоментно есть убеждение, которое гласит в вашей голове, что нужно каким-то таким параметрам, идеалам соответствовать. И эта работа, на которую вы ходите и выполняете те действия, которым вы обучились, дает вам своего рода доход. Это такая купля-продажа. Получивший деньги за эту работу, вы удовлетворяете вот то свое представление, как вы должны быть одеты, чем вы должны быть питаться, как вы должны себя выгуливать куда-то. А есть еще дополнительные истории такие, знаете, навязанные, назидательно, рекомендательные. Надо маме помочь, надо вот туда-то съездить отдохнуть, потому что все так делают. Надо обязательно еще куда-то сходить. И на все надо, вот эти все навязанные надо, или так принято, так достойно, так ведут себя определенный круг людей. Это навязанные такие общественные программки, которые сподвигают людей в большей степени быть занятыми там, где нужно этому обществу или работодателям, нежели чем там, где нужно реализовываться самому по себе. А то, что является вашим хобби или наполовину хобби, наполовину работа, это так, знаете, как говорят, отдушина. Но когда вы советуетесь или когда люди, близкие вам, знают, что вы этим занимаетесь, и они несознательно, а может кто по-разному, обесценивают перспективу вашего развития этим делом, вот наступает такая внутренняя тревога, знаете, невроз такой, растяжка, мне очень хочется, но нельзя, а вот здесь не очень хочется, но надо. Так вот до тех пор, пока вы сами в себя не поверите, пока ваш внутренний настрой, это, знаете, такое намерение достичь того или обучиться тому, что вы хотите, когда ваша внутренняя такая картина мира или мировоззрения, сейчас это называется, не позволит себе, вы сами себе не позволите заняться тем, что вас действительно вдохновляет, действительно приносит удовлетворенность. Тогда и деньги, как следствие вашего труда и усилий, будут или получаются, знаете, такими двумя путями, или человек долго-долго чересчур вкладывается, и потом с вожделением, надеясь, что кто-то поймет и оценит его усилия, ему оплачивают какую-то энную сумму денег, и всегда внутренне происходит разочарование от того, что вложено больше, а получено меньше. Или когда человек начинает заниматься тем делом, в котором ему очень хочется разобраться, которое не имеет времени, значит, так время останавливается, чем глубже, тем интересней, и тогда эти же усилия будут оплачиваться людьми, потому что только у людей деньги больше, ни у кого их нет, да, как такая благодарность за то, что вы смогли помочь, вы смогли разобрать, вы смогли направить, или смогли что-то создать собственными руками, или, объединившись с кем-то, единомышленники, смогли чем-то улучшить этот действительно наш непростой, но удивительный мир, и люди, даже не особо понимая и осознавая, будут стремиться вас отблагодарить. Но это не очень выгодно сегодняшнему нашему такому обществу. Почему и навязываются такие тягостные, я бы сказала, очень тяжелые программы, что нужно чему-то или кому-то соответствовать. Как только вы начнете соответствовать самим себе честно, достойно, когда вы научитесь нести именно внутреннюю такую этичную ответственность за то, что вы собираетесь делать, и вам не стыдно будет внутри глубоко, знаете, человека крайне редко можно обмануть на самом деле, если только им не манипулировать. А если он действительно что-то из себя представляет как Личность, то он всегда, по крайней мере, хотя бы воспользуется элементарной логикой. Так вот, простой пример для того, чтобы вы осознали и поняли хотя бы свои желания. Вот наши желания, они всегда связаны, по меньшей мере, вот очень примитивно, если говорить на эту тему, с людьми и с местом. И вот всё остальное — это абстракция. Когда вас не устраивает люди и место, значит, вы испытываете определённое принуждение. А вот кто вас принуждает, это тут надо уже разбираться, понимать, и честно себе признаваться в этом. Как только вы знаете, что это именно те люди, это именно то место, это именно то дело, которым бы вы хотели заниматься, то тогда всё остальное само по себе начинает, если вы женщина, распаковываться. Потому что это же ещё японцы в своей пословице написали о том, что женщина при желании может через сквозь гору пройти. Так вот нам, женщины, с вами гораздо интереснее и проще осваивать пространство и разбираться, что же мы на самом деле хотим. Мужчинам посложнее, они же у нас воины, они же добытчики, они достаточно прямолинейны, у них должна быть чётко сформулированная цель. А мы с вами, знаете, творим вокруг себя то, что мы хотим. Но этим не дают нам в полной мере заниматься и посему заставляют и принуждают делать какие-то алгоритмические действия для того, чтобы мы даже не могли представить, чем мы, собственно говоря, обладаем. У нас забирают эмоцию или трансформируют её в отрицательные какие-то обиды, переживания, страдания, неудовлетворённости и все прочие там такие низменные вещи для того, чтобы мы никогда не смогли поднять глаза, хотя бы посмотреть честно на то, чем мы занимаемся и позволить себе выбрать то единственное ли одно из, которое приведёт дальше к тому, где вы будете счастливы, где то те условия, в которых вы находитесь, обязательно будут вас вдохновлять. И самое главное, мы перестанем уставать. Вот вся жизненная ситуация женщины, она же заточена на то, что вот эта лошадь Прижевальского в кепке или чепчике младенца, пытающаяся как-то кого-то превозмочь или с кем-то поругаться, или подраться, или кому-то сделать какие-то непристойные вещи, на самом деле своей жизнью даже ещё и не начинала жить. Это вечный марафон такой, кто круче кого. Зачем? Как только вы себе точно разрешите разобраться, представив картинку, что в течение следующих от сегодняшнего дня, пять лет, вы будете заниматься тем, что является вашей основной работой. Если это вас порадует, то в принципе ничего страшного не происходит. Можно скорректировать внутри вашей компании или предприятия работу, чтобы у вас по времени была более сбалансированная история. Если вас не зажигают ближайшие пять лет на том стуле и за тем столом, и с тем окружением, в котором вы находитесь на сейчас, значит, точно вы что-то делаете не так. Почему и нужно спокойно и ровно, честно самое главное, разобраться, кто же меня не пускает, что, собственно говоря, меня зажигает. И самое главное, самое главное, позволить себе не слушать ничьих мнений, ничьих опасений, не переповторяться. А выбор сделавши, никогда его не предавать. А это говорит о том, что перестаем предавать самих себя. Субтитры создавал DimaTorzok